Я обещал объяснить, как вычисления, которые мы проделали, связаны с уравнением пели. Потому что вроде бы мы корень, конечно, молодцы, вычислили. Вот, да, вычислили такой корень. Получилось периодически на этот опыт, все замечательно. А где решение уравнения x квадрат минус 187 кг в квадрат? Непонятно пока. Давайте не поленимся и посчитаем, как будет, если нужно 13 плюс единица, деленное на... Это очень-очень-очень длинная тропия. Поэтому не сказать, что у меня большое желание считать. А давайте сделаем так. Я скажу ответ, а как быстро считать этот самый ответ, расскажу потом, когда у нас будет вся теория централии. Потому что глупо сейчас тратить время на, так сказать, наивные вычисления, когда на самом деле есть красивая формула из теории централии. Поэтому, оказывается, для того, чтобы провести такое вычисление быстро, это сейчас идет реклама цепной тропии. Нужно заполнить следующую табличку. Это сейчас выглядит, как некоторая магия, и вам захочется ее понять. Принцип такой. Пишем элементы из одной тропии. 13, 1, 2, 13, 2, 1, 26. Здесь пишем 13, 1, 13, 1, это вот что такое число, которое получается, когда убираешь все, кроме числа 13. Собственно, 13 первых это целая часть нашего числа. Хорошо, дальше пишем 14 первых. А вот дальше появится такое число. 13 плюс 1 разделить на 1 плюс 1 вторая. Ну, что это такое? Это 13 плюс 2 третьих, то есть 41 третья. Я, конечно, это запишу сюда. Я, конечно, это сюда запишу. Но обратите внимание, 41 это 14 умножить на 2 плюс 13. 3 это 1 умножить на 2 плюс 1. То есть я не обязан был представить вот это выражение. Если я следующий шаг возьму, то здесь вместо числа 2 появится еще одна тринадцатая. И вычисления станут уже тяжелее. Но при помощи той самой замечательной великой дианево ацетных терапевт я знаю, что нужно делать. Нужно сейчас умножить 13 на 41, прибавить к числу 14 и написать сюда. 41 умножить на 13, прибавить к этому числу 14 это будет 547. Теперь здесь 3 умножить на 13. 39 плюс 1 это будет 40. 2 умножаем на 547 и прибавляем 41. То есть 1094 это 2 умножить на 547 плюс 41 это 1135. Хорошо. 2 умножить на 40, одно удовольствие, 83, будет 83. Здесь тоже не проблема. 1135 умножим на 1 и прибавим 547. Получится 1682. Здесь складываем 123. Я не стал считать все вручную. и на регуляторе, то есть на сайте ваших форматов. Вычислил вот эти числа. Смотрите, что это такое. 13 в квадрате минус 1 умножить на 187. Здесь 1682 в квадрате минус 187 умножить на 123 в квадрате. Вот оно. Решение уравнения П. Это соответствует, смотрите, какому месту. Это когда последний элемент единица. Значит, вот здесь вот эта 26 не нужна. А вот если взять такую дробь, записать ее в несократимом виде, то получатся те самые числители-знаменатели, те самые П-5 и У-5. Так вот, пока эта таблица выглядит абсолютно мистикой. Непонятно, откуда получается здесь единица. Более того, непонятно, почему вот эти числа маленькие. То есть здесь, смотрите, мы дошли уже на седьмой столбец, вот этот вот восьмой столбец, элементы 1 и 2, потому что, вы помните, была периодичка 13, 1, 2, 13, 2, 1, 26, 1, 2, 13, 2, 1 и так далее, и так далее. Так вот, здесь вы рассмотрите, 137 965, 10 089, а результат всего лишь минус 2. И если продолжить, то периодически пойдут вводики числа. Минус 18 9, минус 2 9, минус 18 1 и так далее. Пока это выглядит совершенно непонятно, полиметромность – это просто какое-то абсолютное чудо природы. Почему 1, 2, 13 и здесь вот 1, 2, 13? И почему так будет для любого квадратного корня? Так вот, мы это сейчас с вами все легко объясним. Для этого давайте вернемся к вычислениям с числами и минимальным многочленом. Начинается все с корней 187. Минимальный многочлен – это х квадрат минус 187. Ну, конечно, если вы, так сказать, любите уравнение, то надо писать равно нулю. Но дальше я это нигде не пишу, потому что и так понятно. Конечно, каждый раз имеется в виду, что это уравнение, это равно нулю. 13 – это целая часть. Как, не глядя вот сюда, понять? Очень просто. Если вы возьмете 14, то уже будет положительное, а 13 – меньше. Хорошо. Вычитаем 12. Мы уже обсуждали, что минимальный многочлен для такого числа. Получается, просто если вы вместо х напишите х плюс 13. Раскрыли скобки. Х квадрат плюс 26х минус 18. Ну, когда разлагаем степную дробь, всегда есть взятие целой части. Вот мы ее взяли. И переход к обратному. Вот это число заменяем на единицу делимую на это число. Отлично. Значит, надо сюда поставить вместо х, одну иксовую. Ну, и чтобы было многочлено, умножим на х квадрат. Получается такая вещь. Один. Что? Один вопрос. Да. Соответственно, 26х – это удвоенное произведение, потом 13 в квадрате – это 169. Да. А 169 минус 187 – это минус 18. Да. Вот оно здесь появилось. Да. Итак. Одну иксовую заменили, получили 1 плюс 26х минус 18х квадрат. Давайте обсудим, как получить вот эту самую единицу. Смотрите. Это целая часть. У нас здесь есть парагула. Вверх и вниз. Нас интересует целая часть наибольшего корня. На самом деле, нас интересует какое число, что если ему подставить целое число, то будет положительное значение. А если следующее, то отрицательное. Единицу, когда подставляешь, будет 1 плюс 26 минус 18 в положении начало. Если подставляешь следующее двойку, то видно 1 плюс 52 минус 18 умножить на 4 минус 72. Так что, действительно, целая часть единицы. И обратите внимание, на самом деле, вот это я пришел только без уважения к нашим предыдущим страданиям. На самом деле, можно без этого. Мы могли смотреть только на многочлены. И операция крайне естественная, крайне понятная. Целую часть выделить. Значит, надо вместе из подставить x плюс 1. Естественно, раскрыть скобки. Все понятно? И после этого переход к обратному. То есть, опять-таки, отрицательное поставляем 9x квадратным и 10x минус 18. Так, недолго осталось. Целая часть двойка. Почему? Потому что у нас здесь ветвью вверх. Вы проверяете, что если подставить вместо x число 3, то будет уже положительное значение. А если 2, то отрицательное. Значит, 2 это как раз целая часть двойка. Так. Раскрыли скобки. И после этого перешли к обратному. 9 плюс 26x минус 2x квадрат. Дальше целая часть равна 13. Ну, давайте поймем. Более непонятно почему. Когда подставляешь число 14, то уже будет отрицательное число. А 13 еще положительное. И ветвь направленное вниз. Замечательно. Подставили. Получили. И вот здесь я обращаю ваше внимание. На самом деле потом мы с вами поймем, что это и есть та самая полинтровность. И вот смотрите. Здесь плюс 26x. А здесь минус 26x. А эти коэффициенты одинаковые. Мы сейчас продолжим, конечно, вычисления. Но, обратите внимание, что вот что-то уже, что-то надо уже подозревать. Что-то произошло. Теперь, чтобы перешли к обратному числу. Какая бы целая часть. Это у нас парабола. Да? У нас какая-то парабола. Для вычисления целой части нужно найти такое число, что в нем значение отрицательное. А в следующей точке уже положительное. Ну, давайте посмотрим. Если взять двойку. 36 минус 52. Это как? Нет. Это отрицательное число. А если взять двойку. 81 минус 78. Будет уже положительное. Значит, какая будет целая часть? Равная двум. Правильно? Да. Целая часть будет равна двум. Так, единственное, у меня проблема здесь скажет. Давайте я сотворю левый столбец. Потому что все-таки, все-таки мы уже привыкли. И эти числа не так уж вам и интересны. А считать осталось не так много. Итак, вот у нас есть многочлен. Значит, целая часть, мы уже поняли, равна двум. Значит, и больше я численно взять не буду. Следующее что? Это нужно вместо х написать х плюс 2. Правильно? Да. Замечательно. 9 умножить на х плюс 2 в квадрате, минус 26 умножить на х плюс 2, минус 2. Так, что это такое? Это 9х квадрат плюс 10х плюс 36 минус 54. Теперь наша стандартная работа. Надо написать следующее многочленное. 9 плюс 10х минус 18х квадрат. Смотрите, какая здесь будет. Значит, врага вниз. Нас интересует число, в котором значение положительное, а в следующем – отрицательное. Это число 1. Потому что 19 минус 18 – это положительное число. А если двойку подставить, будет уже отрицательное. Отлично. Значит, следующий многочлен получается прибавлением х единицы. Так, что же это такое? Хорошо. Теперь мы должны в этом многочлене что сделать? Перейти к обратному, правильно? Это будет х квадрат минус 26х минус 18. Да. И понять, какая же тут будет целая часть. Вообще целая часть будет 26. Потому что, когда 26 подставляешь в отрицательное число, а 27 в квадрате минус 26 умноженное на 27 – это будет уже положительное. Замечательно. Значит, мы должны х плюс 26 развести в квадрат, вычесть 26 умноженное на х плюс 26, вычесть 18 и сказать, сколько же это будет. Это будет х в квадрате плюс 26х минус 18 плюс 26х минус 18 плюс 26х минус 18. И вот в этот момент мы должны радостно остановиться. у нас получился ровно вот этот многочлен. А это значит, что с этого момента процесс зациклился. Потому что если мы получили ровно ту же самую ситуацию, то делая те же самые действия, мы, разумеется, будем получать те же самые опыты. Так, ну, вычисления проделаны большие. Поэтому, наверное, имеет смысл сделать еще все-таки несколько одновременно. Главное из них такое. Посмотрите на многочленок. Здесь коэффициенты 1, 26, минус 18. Здесь, конечно, меньше, да? А дальше было 9 минус 10 минус 18. А посмотрите сюда. 9, 10 и минус 18. В чем отличие? В знаке при х, правильно? Вообще, когда мы дошли вот до этого места, фактически у нас просто изменился знак при х. И после этого многочлены, которые у нас были, в некотором смысле расхручивались назад. Правильно? Вот это и есть тот самый эффект полинтровности. Так, как я сейчас рассказываю, в общем, мне кажется, непонятно, почему это происходит. Еще более непонятно, откуда берется решение уравнения перья. И откуда берутся те вот большие чисел? Помните, здесь у меня были какие-то вот эти ужасные 41, 3, 547, 40, да? В моем вычислении таких больших чисел нет, правда? И еще одна проблема. Что это такое? Минус 18, 9, минус 2, 9, минус 18, 1 и так далее. У нас это свободные члены. Вот это правда. Вот это правда. Действительно, здесь было минус 18, 9, минус 2, потом опять минус 2, правда? Я хочу добиться чего-то сказать. Минус 18, 9, минус 2, 9. Хочу подчеркнуть их. Минус 18, вижу. Минус 18, вижу. 9, вижу. Вот, следующее. Следующее. Минус 18, вот сюда стрелочий стоит. Свободные члены. Дальше это перевернуть, и это неинтересно. И вот это вот единица. Понятно? Да. Вот. Ну, и дальше мы просчитали еще на один шаг. И получилось опять минус 18, а у нас в таблице там тоже. Помните? Да. В таблице стоит минус 18. Так что ничего такого уж особенно удивительного в тех числах таблицы, конечно, нет. Вот. Но с другой стороны, пока совершенно непонятно, что это за число. Правда? Ну, где у меня вычисление 1682? Найдите здесь на таблице 1682. А? Найдите в этой таблице 1682. Найдите в этой таблице 44 860. Найдите там вычисление. Вы считали, считали, считали. Где здесь 44 тысячи? Нет? Есть. Где? Если надо. Где? Верните, пожалуйста. Поверну. Еще 44 тысячи. А потом заставлю считать 135 тысяч. 135 тысяч? Нет. 137 тысяч 965. Так мы до этого еще не дошли. Хорошо. 547 тысяч. Я утверждаю, что это есть. Здесь. Здесь. 137. Так. Достаточно? Вот. Давайте надо искать. Я достаточно заинтриговал? Признаете ли вы, что вы здесь не видите ни одного штата 137? Надо уметь сдаваться. Так вот.